Здрасте! Всем, друзья, приветуленьки! И сегодня мы посмотрим с вами еще одно интересное обновление на Золотой Колос. Для тех, кто брал себе обновление с рисом и садами, вышла еще одна интересная хреновина, то бишь пасека. Когда я вот смотрел только обновление вот этого вот про сады, попался мне там мед на хлебокомбинате для производства пахлавы. И не хотели ребята колоться вообще, откуда его брать. Ну вот сейчас понятно стало, откуда его брать. Появилась пасека. В общем-то, давайте посмотрим, как это работает. А пасека, друзья, у нас находится в разделе прицепы. И это передвижная вот такая вот классная пасека-прицеп, короче, да. Выглядит довольно-таки прикольненько. Поэтому давайте его купим и поедем, посмотрим, как это работает. Для начала, друзья, пригоним его на какое-нибудь поле. Как вообще это дело работает? Во-первых, тут есть определенный радиус действия. Его, кстати, можно по кнопочке посмотреть. А все кнопочки указаны вот тут в справке, если что. Не ленитесь туда смотреть. Так вот, по этой самой кнопочке можно посмотреть радиус действия. А здесь их прям два. Первый вот этот вот коротенький 50 на 50. Это, друзья, охранная зона. То есть из этого места вашу технику не сопрут и не сольют с него топливо. То есть можно оставлять ее в любом месте, по сути дела. Там будет находиться пасечник, который, если вдруг какие хулиганы придут, натравит на них пчел, и те закусают им жопы. И с техникой вашей ничего не случится. Второй пчел, между прочим, убить может, если что. Второй радиус действия, который большой, а в принципе можно даже выйти и посмотреть. Он составляет 300 метров. И именно в этом радиусе будут летать ваши пчелки и собирать мед. Собирать нектар, делать мед. Я, честно говоря, не знаю, как это у пчел работает. Но, в общем-то, здесь вот такой вот радиус действия. В одном таком квадрате не может находиться две пасеки. То есть пчелы друг с другом не подружатся, и это, в общем-то, плохая идея. Поэтому две пасеки ставить нельзя. Далее, друзья, вам нужно разложить этот самый прицепчик. Он вот так вот раскладывается. Здесь такие вот анимации. Открываются дверки, и мы видим здесь, опять-таки, пасеки. Где, соответственно, пчелки и будут делать мед. После чего их можно выпустить, опять-таки, нажав на кнопочку «Выпустить пчел». И они начинают вот так вот летать и собирать для вас мед. Тут тоже есть довольно интересная механика. Мед они собирают с определенных культур. Их можно ставить, друзья, около цветущих садов, цветущей канолы, цветущего подсолнечника. И, в принципе, они еще и травы собирают, зрелой которая. Но там не сильно много получается. Сбор проходит каждые 10 минут. И наполняется он прямо вот сюда. Прямо вот в себя. Емкость прицепа 4 куба. Это, кстати, не очень много, но это я попозже расскажу, что да как. Соответственно, мотаем время и смотрим, что каждые 10 минут будет прибавляться по 9 литров меда сейчас. По 10 литров, да, получается. Вот еще. Да, по 9-10. Короче, там, видимо, дробное число. Но все дело в чем? Потому что у меня здесь не цветущая канола. Это уже зрелая канола. Цветущая канола – это предпоследняя стадия созревания. Именно вот предпоследняя. С нее выхлоп будет намного больше. То есть мы сейчас опять-таки мотаем время и видим, что уже там по 20 с чем-то литров, по 24 прибавляется. То есть сейчас будет 75, 99 станет. И вот так вот. То есть его получается больше. То есть место для сбора пчел нужно выбирать. И время для пасеки тоже нужно выбирать. Хотя, по сути дела, он будет работать у вас на поле с травой и какие-то копейки всегда будет приносить. Пчелы будут работать только днем, если нет дождя. И если вы играете с сезонами, то при температуре 15 градусов и выше. В полос летать они не хотят, в дождь летать они не хотят. И в принципе я их понимаю. Также, друзья, если у вас рядом с пасекой будет стоять контейнер. Вот такой вот, который идет с картой. То, соответственно, мед будет собираться именно в него. Вот так вот мы его рядом паркуем. И мед стал перекидываться сюда. Также, если мы подъедем к дверкам сзади. То весь собранный мед, который был уже собран на пасеке, перекинется автоматически в контейнер. Да, его тут как бы не сильно много получается. Хотя у меня здесь, скорее всего, место не самое выгодное для этого всего дела. Я думаю, можно найти и получше. И дальше этот самый мед вы можете использовать, опять-таки, на заводе. На хлебокомбинате он используется для производства пахлавы. А также, друзья, можете его довольно выгодно продать. Его получается немного, но стоит он немало. У меня здесь вроде как средний уровень сложности на этом сейве. И ценник 8 тысяч. Прям, прям хорошо. То есть, это даже дороже ткани. Ткань 6 стоит. Ну, а про клубнику я вообще молчу. То есть, мед, на данный момент, я так понимаю, самая дорогая культура. Но в большом объеме. Хотя, хрен его знает, на самом деле. Может быть, можно обставить всю карту пасеками. И будет прям очень до хрена меда. Как я уже говорил, создается здесь охранная зона. Поэтому можете просто даже отслеживать чужие поля. Как они созревают. Если у кого-то из чужих полей растет там какой-нибудь условно подсолнечник или канола. Можете спокойно просто на последнюю стадию роста парковать рядом с ними этот прицеп. И выпускать пчелок. И они будут это все дело собирать. Вот такой вот, короче, гайдик у нас получился. Коротенький, но, надеюсь, информативный. Кому понравилось, кому оказалось полезно, ставим лайкусик. Пишите ваши комментарии по поводу этой обновы. Если не подписаны на канал, то подписывайтесь. Потому что у нас там и карьерки всякие. 22-я ферма скоро, кстати, да. Ну, с Криптом еще раз огромнейшее спасибо за такую вот прикольную фичу. Мне нравится. На этом у меня все. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилы. И всем пока-ки.